Конференция о мобилизации, призыве, контрактная армия, а также запланированное мероприятие Кадмию защитников Украины 14 октября. Будут затронуты вопросы, касающиеся национальной гвардии, и 92-й отдельной механизированной бригады. Сегодня у нас в Питере Василий Белегенко, заместитель начальника восточного территориального управления МГУ по работе с личным составом. Владимир Козак, исполняющий обязанности военно-комиссара Харьковского областного инкомата, и Константин Радченко, начальник штаба 92-й отдельной механизированной бригады. Я, во-первых, очень рад поприветствовать вас здесь, в этом зале. Скажу вам так, что, учитывая ту тему, которую мы сегодня проводим, хочу вам сказать, что по итогам мобилизации за 2015 год Харьковская область находится на 14-м месте в общем рейтинге по стране. Учитывая количество людей, которые мы мобилизировали, то есть, по большому счету, мы мобилизовали порядка 10 тысяч военно-обязанных. Сейчас мы проводим мероприятия, что касается призыва на срочную военную службу. В ноябре месяце мы будем поставлять людей. Общее плановое задание на Харьковскую область составляет 648 человек. На данный момент у нас назначено в команды порядка 300 человек. Все районные, объединенные районы, объединенные местные военкоматы выполняют свою задачу в установленные сроки. В принципе, таких проблем, которые могут поставить под срыв подачи военнослужащих на срочную службу, нет. Что касается призыва на контрактную службу, плановое задание у нас по области составляет 477 человек на 2015 год. На данный момент мы уже поставили на контрактную службу порядка 400 человек. Также подали в высшие военные учебные заведения порядка 600 человек для обучения на офицерской должности. То есть мы работаем в плановом режиме, срывов нет. Поэтому вот такой вопрос. Что касается 92-й бригады нашей, которая дислоцируется в городе Чугуеве, бригада на данный момент выполняет мероприятия и участвует в мероприятиях антитеррористической операции, в принципе, закрывает одни из самых сложных участков проведения антитеррористической операции. В принципе, мы готовы ответить на все ваши вопросы, которые касаются данного направления. Ну а также, если возникнут какие-то другие вопросы, то как бы мы тоже готовы их вам озвучить. Ну что касается областного военнокомиссариата, ну вы знаете, что у нас в этом году увеличилось количество районных военных комиссариатов. То есть на начало года у нас было 22 районных, объединенных районных, объединенных местных. На данный момент у нас уже их 34. То есть мы увеличили количество военных комиссариатов, то есть разделили объединенные районы военных комиссариатов. Значит, занимаемся планом мероприятия подготовки к очередной мобилизации. Также ведем работу по социальной защищенности военнослужащих членов их семей. Также ведем работу, что касается территориальной обороны нашей области. Ну и понятно, что призыв на военно-срочную службу, на контракт и высшие учебные заведения мы как бы тоже не останавливаем. Продолжаем работать в планном режиме. Спасибо за внимание. Спасибо. Константин Морганович. Всем здравствуйте. Полковник Грачев, Алексей Анатольевич. Хотел бы заметить, что 92-я Крымомихайзонная бригада уже 97 лет в этом году исполнилась. С марта 2014 года она выполняла задачи по обороне делянок державного кордона Харьковской области. После участковой мобилизации третьей волны в конце июля 2014 года провела боевое зловоджение Педро Озюлев и в Кинси серпня 2014 года была выполнена завданья в АТО, где она на данный час выполняет свои задачи. Также у нас не сняли нашу задачу с обороны делянок державного кордона Харьковской области. Хотел бы заметить, что бригада все-таки единственная, которая находится в Харьковской области, механизированная бригада. Больше таких бригад в Харьковской области нет. И хотел бы обратить внимание, что хоть мы и отталкиваемся от территориальной комплектации наших бригад, но хотелось бы видеть в нашей бригаде больше Харьковской области. Харьковская область не желает в большинстве случаев идти к нам служить. Хотел бы это заметить. Что касается празднования 14-го жовня 2015-го года, дня захватника Украины, то наши заходы будут спланованы только на территории нашей воинской части, либо в Чугуевском районе. Так как бригада все-таки выполняет завданья боевые, поэтому времени праздновать у нас очень мало. В основном будет все спрямовано на боевые задачи. Спасибо. Если будут вопросы, пожалуйста. Я заступник начальника управления по работе с особенным складом национальной гвардии. До склада входят две бригади, два полка, расширенные в Сумске, Харьковске, Донецке, Луганске области. Задачи для национальной гвардии не буду перераховывать, они выдачны в законе. А то, что занимается территориальным управлением на данный момент, в зоне проведения антитерористической операции, близко трех тысяч військовослужбовцев несут службу. Хочу, в законе написано, что другий, третий эшелон. А если братья, кто был там, меж журналистов, знают, что меженое между первым и другим бывает 400 метров. Кто військовый, тоже знает, что снаряд не выбирает. Кто это и где находится. Что до святкувания, в всех областных центрах пройдут урочистые митинги, знаковый святкувания Дня Захистка Вітчизны, Дня Козакства и Пресвятої Богородицы. У військовых храмах, которые расположены на территории частины, появляются молебные по загиблым військовослужбовцям. Кроме того, урочистые заходы – это награджение героев. Почему говорю героев? Потому что у нас еще есть 70 человек пораненых, которые еще не отримали награды. Документы подготовлены. Я думаю, что ближайшими днями они отримают свои награды, кто их заслужил. Кроме того, что проводят такие 14-е числа заходы, если брать место Словянск, там дитвора и квест, и разные разваживания заходы, которые дают волонтерскую допомогу в концертных программах, то будет так называемая хода, допустим, если брать по месту Словянск, хода жителей вместе с військовыми до тех памятных мест, где загинули військовослужбовцы и вставлены памятники. Это независимо, какого рода військ, або військовослужбовец, которые защищали Батьківщину. Почему президент, я один из этих участников, кто видел телевизор вчера, был присутствием, где президент ставил задачи и переглянуть всю систему військово-патріотичного виховывания не только в армії, я думаю, а и в государстве. Чему? На защиту государства, если брать, перераховали деньги, тим защитника, это не только людей в військовой форме, а и тех ветеранов, это и женщины. Если бабушка перераховала 5 гривен, свой час на защиту, а приняла участь, по подрахункам, близко 80% населення Украины встала на защиту своей держави, то они тоже являются защитниками. Если по месту Братихерку, то на сайтах областной ради, міськой ради, кто бачил, уже вывезли объявы, что будут покладывания квитов до памятников загиблых, потом будут концерты, где люди в військовой форме, я думаю, что можно не только в військовой форме, а чисто зайти на військово-патріотичную тематику, будут выставы и концертные программы. Ну, а в частинках, как всегда было за традицией, начнутся, что урочистые заходы из того, что упомянуть загиблых, будут спілкуваться офицеры всех гривен с семьями загиблых. Почему? Потому что не завжди они знают свои права, то, что наголошил президент, не завжди доводится або информироваться через засоби массовой информации, те пильги, которые положены військовослужбовцам, а точнее, я скажу, защитникам вітчизни, а также членам их семей. Кроме того, что эти заходы пройдуть, это будет не просто, как одноразовая акция, а то все, что это один раз пройшло, а это будет входить в систему, и, если знаешь, что Пресвята Богородица, она всегда покрывала не только військовых и казаков, а всю нашу нынешнюю Украину. Если будут вопросы, кто ответит? Как вам? Пожалуйста, вопрос. Продолжение следует... ...находится на первом месте. Максимальное количество выполнения задач, это имеется в виду более 100% выполнения. Ну, смысл в том, что у нас президент, как бы вы знаете, да, что он с Винницкой области, и я думаю, что как бы люди, которые его выбирали, избирали и знают, как бы, больше поддерживают, скажем так, чем у нас на Востоке. Будем говорить прямо и откровенно. Что касается проблем мобилизации, значит, их существует очень много, начиная от юридического, законодательного и так дальше уровня. Эти вопросы все поданы в Генеральный штаб президенту, то есть, как бы, работа над этим вопросом ведется. То, что касается, как бы, на данной шестой волне мы очень хорошо ощутили низкий патриотизм людей. То есть, почему-то патриотизм начал падать именно в Харьковскую область. Я извиняю. Но если равнять пятую волну и шестую волну, то в пятой волне мы выполнили задачу на 53%, а в шестую волну выполнили на 62%. И это учитывая то, что пятая волна у нас, плановое здание было около двух с половиной тысяч людей отмобилизовать. А на шестую волну у нас было порядка трех с половиной тысяч. То есть, в принципе, мы свои позиции не потеряли. Плановая работа, что касается областного военкомата, что касается районных военкоматов, что касается местных органов управления, что касается власти, как бы, работа по этому вопросу ведется. Я думаю, что по окончании мероприятия до конца года, что касается подготовки по мобилизации, будет изменение и в законодательной базе. Будет изменение порядка оповещения, призыва и так дальше. Я думаю, что, учитывая то, что сейчас в АТО, как бы, видите, ну, слышите по телевизору, по всем средствам массовой информации, что, как бы, идет затище. То есть, я думаю, каким-то образом людей к этому вопросу приобщит. Кроме того, сейчас, на данный момент, телевизорная работа по социальной защищенности участников АТО, участников боедействий, люди получают свои определенные льготы, которые определены законом. Это тоже идет как вариант того, что поднимет патриотический дух людей и приобщит их к охране и обороне нашего государства. Спасибо. Ну, конечно, мы проводим мероприятия уже после окончания шестой волны, мы уже проводим свои мероприятия, что касается очередной волны мобилизации. То есть, пока указа президента нет, но мы все равно готовимся. То есть, мы уточняем списки, уточняем весь свой военный учет. Кроме этого, работают предприятия в этом направлении, кроме этого, работают местные власти в этом направлении. Проводятся сверки, проводятся оповещения, проводятся медосмотры. То есть, уже идет плановая работа и подготовка к этому вопросу идет. Что касается патриотизма, как бы, мы, во-первых, на сайте нашего областного военного комиссариата, на сайте ОДА, дальше, что касается патриотизма, у нас работает непосредственно, что в метро, что в транспорте, что касается мест проживания людей, как бы, эта информация вся распространяется, как бы, и патриотические мероприятия проводятся. Создан ролик к Харьковским областным военным комиссариатам, что касается воспитания патриотизма. Работа идет, что до призывной молодежи, что в школах, университетах, институтах и так далее. То есть, эту работу мы ведем, может быть, она так не видна, то есть, мы ее не пиарим, скажем так, но мы ее ведем. Работаем мы, что с городскими властями, что с областными властями, что с департаментами образования, здравоохранением. Работаем, в принципе, со всеми предприятиями, они тоже нам помогают в этом вопросе, со всеми учебными заведениями, ну и как бы с властями то же самое. Они тоже эту задачу имеют совместно с нами, во взаимодействии мы эту задачу выполняем. Помощь есть, да. Но я же вам говорю, что если сравнить пятую и шестую, то есть поддержка чувствуется по-любому, потому что, учитывая количественный вопрос, то если бы мы шли на спад, а мы идем на возрастание, будем говорить так. Это учитывая то, что у нас на шестую волну было второе задание в стране по объему призыва людей. Больше нас было только в Днепропетровской области. А вот с другими же снижением властями, у них проблемы такие шторчные, это в Харьковской области? Поверьте, что во всей стране все одинаково. Одинаково ничего не меняется в том направлении, что касается именно людей. То есть, если в первой, второй, третьей волне мы ощущали то, что в принципе нам не надо было бегать, оповещать людей, выдавать повестки, заставлять и так дальше, то уже четвертая, пятая, шестая волна, нам пришлось активно работать в этом направлении. В взаимодействии с милицией и так дальше. Спасибо. Еще вопрос? Да. Аксис, Симон, Ирина, было сказано про льготы и преимущества у военных. Военные казачки, мало они, кто знает. Могли бы перечислить, пожалуйста, что это за преимущество? Ну, льготы, как все участники АТО, пользуются льготами теми, которые пользуются участниками боевых действий. Ну, например, как бы, значит, перечень, это описано в законе, я думаю, смысла его перечислять, нет необходимости. Или вам это нужно? Ну, смотрите, первый пример, это, как бы, бесплатный проезд по стране, это начиная от автобусов, заканчивая авиацией. То есть, участник боевых действий получает определенные талоны, комплекты, он использует их, как бы, для передвижения по стране. Санитарно-курортное обеспечение, то есть, имеется в виду, это санатории, курорты и так дальше. Оплата идет, то есть, участнику АТО, ну, как же к участнику действий, бесплатно, членам семей, там, 50-25% от стоимости. Дальше, бесплатное лечение. Дальше, ну, теми же законами, которые прописаны для всех граждан Украины, он пользуется, ну, имеет право, там, на получение земельных участков для проведения СЭГ, там, работ, имеется в виду, для, там, гаража, для приусадины, для садово-ягодной, там, выращивания, короче, садово-городов и так дальше. Как бы, тоже этим вопросом пользуются. Что еще? Значит, ну, в принципе, такие основные моменты я вам озвучил. Можете сейчас сказать, где именно этот перечень можно посмотреть полностью здесь? Льгот? Да, именно льгот. Во всех масовых засобах можно увидеть раз, буквально дня три назад, зміни пішли до указів президента 150, там, допустим, были мобилизованы військовозобов'янные или військовослужбовцы, а также такая категория, как резервисты, при отримании поранения были разные выплаты. Если для військового там было порядка 70 или 100 минимальных укладов, то эти изменения пішли, и они сейчас выравнили, независимо, кто это был, в каком військовом звании, и где ты служил. А то, что единственное, что ты, защитник вітчизни, отримаешь такие же самые уровни права, независимо, в какой категории ты был. Точно так же по земельным участкам Коротич, знаете, это недалеко от Харькова населенных, вчера там пройшло выделение земли, и частково уже військовослужбовцы, которые проходили службу, отримали. Точно так же, я точно не помню цифру, областная рада видела два таких санатория в нашей области, это Берминводи и Роща. Там тоже військовослужбовцы або члены их семей мают право и проходили, так называемую, психологическую реабилитацию, в зависимости от того, где и какая необходима. Кроме того, три дня назад президент взбирал головы в областных грах, чтобы у них были центры, где військовослужбовцы, который извинился, демобилизовался, мог отримать ту, как истинную помощь, и недовго чекаясь. Все мы понимаем, что на певных участках есть чиновники, хотя это хорошее слово, слово чин, но есть люди, которые пытаются на этом заработать. Никто этого не скрывает, почему идет такая пропаганда, что борьба с коррупцией. Кроме того, все військовослужбовцы, если обратятся, я им объясню, если вы не добились, приходите в эти центры, приходите до журналістов, поднимайте эту проблему. Я думаю, что можно решить. Почему? Потому что бывают такие случаи, когда хворил или отримал поранение, не закинчив ликование, врачи не дали своёчасное доведение, что не закинчивалось ликование. А чтобы провести расследование, это тривалий час, поэтому приходится, как затягивается эта проблема. Я думаю, что кто защищал государство, государство должна быть благодарна этим людям и не просто сказать спасибо за то, что ты защищал. Это и другие. Потому что те ценности, которые владеет украинский народ, поверьте, ни одна нация. Сегодня нация десь формует армию, но и в тот же время армия защищает нацию. Поэтому мы дополняем один другого. Если брать по харьковянам, то из первой хвилии мобилизации, которые пришли до нас в Национальную гвардю, 326 человек. Всі 326 повернулись, один лишь отримал поранение. Не буду называть, где, когда был обстрел, надо было, деду с бабой ехали. Мы понимаем, что люди, они не смогут быстро пересуваться, и он прикрывал себя, и отримал тоже награду. То есть не забыли его поступок. Из этих людей, которые 326 были призваны, больше десятка повторно пришли именно до нас, там, где служили, до тех командиров, до тех начальников, где проходили службу. Я также задаю им вопрос, если будет необходимость, еще раз прийти, и еще раз прийдемо. И они несут службу, они на самых, как сказать, задних местах. Кто знает, где Курдюмовка, до этого сейчас наступила, как говорят, тиша, они говорят, хоть можно теперь отсыпаться. А так же, как и любая військовая часть, рядом несли службу, и снаряды пролетали рядом. Так что харьковяне, я тоже считаю, в Национальной гвардии, задних, как сказать, не по сутю. Я вам скажу, что с законом не прописано порядок. Радок оповещения людей, где, в каком месте и так дальше. То есть, как бы, здесь нарушений таких нет. Но, я как уже говорил, что у нас сейчас идет плановая работа, то есть, мы хотим предотвратить вот это все, чтобы не было социальной напряженности в регионе. То есть, мы готовимся, конкретно уже определятся люди, которые, как бы, прошли, готовы и хотят, понимаете, то есть, чтобы не заставлять людей, как бы, выполнять свой долг, который описан на Конституции. Ну, то есть, мы работаем сейчас в этом направлении. И я думаю, что мы попытаемся эти все вопросы сгладить, чтобы не напрягать, как бы, область, не напрягать город и так дальше. А спросите, если резервные составы составляете вызов, потому что... Что, что? ...резервные, они вот приходят, они там отвечают, а вот там... Конечно, у нас все военнослужащие, которые прошли, примером, вернее, не примером, которые отслужили, они становятся, прибывают в военных комиссариатах, становятся на учет, и мы их заносим в оперативный резерв. То есть, они там есть разных очередей, я не буду сейчас это озвучивать, как бы. И то есть, мы с их желания это все дело делаем. То есть, хочет человек быть в резерве или не хочет. Если не хочет, мы ставим его в общую картотеку. Если он желает, значит, он завивается в оперативный резерв. И то есть, оперативный резерв, чтобы вы понимали, это готовность людей в течение 24 часов прибыть и пойти в ту воинскую часть, куда они призначены, в какую команду. То есть, такие люди есть и очень, скажу вам, много. Ну, порядка у нас, ну, будем говорить так, за 2 тысячи, если так брать откровенно, за 2. Ну, не буду говорить точных цифр, но как бы вот так. То есть, люди такие есть. За 2 тысячи, это вы понимаете, что количество мощное, это порядка трех-четырех механизированных батальонов. Эта цифра немаленькая, можно говорить. Еще вопрос, пожалуйста. Ваши уважения, я прослушал, что у нас есть, по поводу новой мобилизации. Сроки вы озвучили, вы не хотите, я понимаю, что... Нет, сроков я не могу озвучить, как же я могу впереди президента озвучивать какие-то сроки. Будет указ президента, который обозначит, когда, чего и как. А, возможно, может, ее вообще не будет. То есть, как бы тут говорить о том, что она будет или не будет, это не нам решать. А то, что мы готовимся, потому что мы обязаны быть готовы к тому, что... Может быть, напряжение возникнет в районе проведения террористической праздники, может, в других районах и так дальше. То есть, мы все равно должны выполнить свою задачу, и мы выполняем. Поэтому мы планово готовимся и будем готовы к тому вопросу, что отмобилизируем, сколько нам необходимо для защиты нашей страны. Спасибо. 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 Я вам скажу так. что, независимо от того, три месяца или шесть месяцев, как бы, остаться на контракт – это все равно плюс. Потому что армия, вы знаете, увеличилась в два раза. Если до начала конфликта она составляла порядка, там, сто семидесяти, сто шестидесяти, а если брать бюлоподразделения, то и того меньше, то сейчас мы как бы уже выросли где-то до двухсот восьмидесяти тысяч. И каждый человек, который остался на 3-6 месяцев, это тоже плюс, потому что это дает возможность, например, нам, как комиссариатам, время для того, чтобы мы могли подготовиться к очередной волне и подать тот ресурс, который нам необходимо, заменивший тех людей, которые будут демобилированы. Я считаю, что это положительный момент. Первая мобилизация началась, сейчас я вам скажу. В июне, по-моему, 2014 года, по-моему, так. Я точно не помню. Честно сказать, я здесь с мая 2015-го поучаствовал в 5-й и 6-й волне, а вот уже 1-я, 2-я, 3-я, я в этих волнах не участвовал, но статистику знаю. Спасибо. Константин Борозов. Скажите, пожалуйста, на текущий момент 22-я бригада, кто резиновый? Насколько обеспечена? Задача поставлена нашему керевнисту до 15-го жовня перейти на зимовую, то есть быть готовностью до 15-го жовня. На данный час по вещевому имуществу мы забеспечены, которые вопросы у нас появляются, подаем заявки, нас забеспечивают. То есть пытания в зимовом отяде нет вообще никаких проблем. Что касательно подразделений, которые находятся в зоне АТО, там проводится работа по обеспечению жилого фонда, утеплением. Те люди, которые проживают, тот личный состав, который проживает в землянках, завозятся чугунные буржуйки, те, которые, допустим, выдало Министерство обороны и забеспечило нас волонтерские организации. Я думаю, до 15-го числа мы справимся с теми задачами по подготовке к зиме. То есть разница между зимой и 14-го, которая 15-го? Да, конечно, большая разница, даже по обеспечению формы у них. Ну и запасы все равно у нас остались с прошлого года, мы их никуда не уничтожаем, не выкидываем, не продаем, поэтому как бы прошлогодние запасы у нас остаются даже в тех же буржуйках. Скажите, вот те были ошибки с формой, которая и горела, и плавилась, сейчас уже другая форма? Ну вот в данный момент на мне одет один из таких образцов, уже из другой ткани, которая в предыдущем была. Появились различные образцы и различная ткань, допустим, некоторые больше предназначены к холодному времени, некоторые к летнему времени, то есть какая-то фирма шьет различную форму. Улучшилась форма, даже по сравнению с той, что у нас было в первой ткани, ну а по сравнению с той, которая у нас была первоначальная, темно-зеленого цвета, которая пятнистая, это уже небо и земля, можно так сказать. Ну бойцы, которые находились в Башкировке, достаточно критически относились к битвым условиям там, в основном, в башкировке. Они сейчас получились, там не было горячей воды, там очень неприлично было, ассортимент питания. Я тоже не могу сказать, как было раньше, как сейчас, на данный момент. Я вижу, что, потому что сам периодически иногда бывает, кушаю в столовой солдатской. Меня вполне все устраивает. Пятница, суббота, вернее, четверг, пятница, суббота проводят банно-праздничный день, то есть все, весь личный состав имеет возможность покупаться в бане, постираться. У нас в волонтерном есть закупленные мощные стиральные машинки, вплоть до того, что стираются спальные мешки, вся одежда, какая необходимая, вся стирается. То есть проблем в этом я не вижу. Если какие-то проблемы возникают, то когда мы выходим на наше командование или обращаемся к волонтерам, все проблемы решаются. То есть на данный момент у нас нет в бригаде проблем таких, которые не решаются. С волонтерским движением, прежде всего, еще актуальны. Да, волонтерское движение, большое спасибо. Они очень нам помогают. Я не знаю, как бы без него у нас проходило все военные действия. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Какое количество солдат, уходящих на депобилизацию, стойкости нам в тременный контракт? Скажите, который полгода? Ну, процентов 30. И любой мобилизованный также может к этому мобилизации сказать, что я хочу на контракт на полгода. И таким образом зайти... Да. И также он даже если уволился, например, он стал на учет в военном комиссариате, если он пожелал даже между волн мобилизации, он может прибыть в военный комиссариат и заключить временный контракт и убыть на слое. Может быть такая ситуация, получаешь по месту, по мобилизации, приходишь от команды, имеешь в связи с поездкой, я хоть готов вступить к контракту на полгода. Это возможно или нет? Конечно, возможно. Да. Никаких проблем. Что? До 60 лет. Спасибо. Большое спасибо всем.